И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители Бакуши, мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Майнкрафт. Ну и прежде чем записывать эту серию, мне хотелось бы выяснить один нюанс. Те, кому это не интересно, можете переходить вот на этот таймкод. Я в данный момент нахожусь на серии своего канала под предыдущей серией. Я понимаю то, что 10 просмотров за 4 часа это очень маленькое количество, но тем не менее. И также я здесь вижу большое количество негативных отзывов. А также в комментариях никто, к сожалению, не оставил, почему и с чем вызвано вот такой негатив к этому ролику. На каждое свое видео я трачу большое количество времени, сил и своих возможностей, и вкладываю частичку своей дыши. И мне очень печально видеть то, что этот контент кому-то не нравится. И я буду на самом деле очень вам признателен, если вы уведомите меня, что именно вам не понравилось в данном видеоролике. Спасибо за внимание. Ну а теперь мы переходим к самому видео. Ну а эта серия обещает быть на самом деле очень насыщенной. И мы, кстати, уже можем наблюдать вот какие изменения. В предыдущей серии я не показал этого, но я скрафтил стол с зачарования. И также обустроил его тут книжными полками. Ну а также появился такой вот небольшой домик. Да, конечно, я не умею строить. Но что имеем, то имеем. Ну а в нашем анбарчике практически ничего не поменялось. Кроме как у энричмент чембера нашего появилась автоматическая возможность перерабатывать всю нашу руду. То есть тут подставлена банальная воронка. И у него поставлен автоиджект на вперед. То есть вот этим лицом он автоматически выплескивает сюда вот всю руду, которую перерабатывает. Ну а в этой же серии я планирую начать большое количество вещей. И планирую начать я, конечно же, с крафта. Самую первую вещь, которую необходимо скрафтить, мне кажется, лимит чанк-лоудер. Я понимаю то, что эта вещь ни в каких квестах у нас не числится. Но скрафтить ее, мне кажется, будет необходимо. Хотя бы для того, чтобы запитывать все эти инструменты, они постоянно работали. Благо я тут за серией подготовился. И наше путешествие будет очень быстрое. И таким образом я крафчу этот лимит чанк-лоудер. Правда он очень сильно похож на маяк. Я надеюсь на самом деле, что этот чанк-лоудер работает примерно так же, как и другие чанк-лоудеры из разных других модов. Давайте поставим его где-то по центру. Оказывается, вот этой штуке для того, чтобы работать, нужны глаза. Это для меня на самом деле неожиданность. Либо обычные глаза, либо глаза края, либо эндер-кристаллы. Мне кажется, лучше будет его запитывать эндер-к глазами. Но для него мне нужен блэйспавдер. А пока идти в край я не особо хочу. Но тем не менее, попробовать запитать его эндер-кристаллы мы можем. И да, у него есть 22 минуты. Всего 22 минуты каких? Да, зря, мне кажется, я посрал этот эндер-кристалл. Он 23 минуты. Я всю серию дольше записываю, на самом деле. Ну и когда с кристаллом мы распрощались, я предлагаю заняться дальнейшими нашими вещами. Например, скрафтить эту печку, которая давно у меня уже лежит на повестке. И все, я хочу ее скрафтить, но никак не выходит. Для ее крафта, на самом деле, вообще нет ничего сложного. Редстоун аллои, это дважды обогащенный Редстоун. Изи. Так. Хейтин элемент, дважды обогащенный Редстоун. Плюс ковтушка, которую мы уже делали, тоже легко. Железо с Муштоун тоже легко. Так, вычислительная микросхема тоже легко. Так, тут тоже дважды обогащенная, так понимаю, нужна. Да, к сожалению. И самое сложное, мне кажется, аллои машины фрейм будет, но... Так, структуру глаз, сталь и стекло. Тьфу! Это вообще изичный крафт, и... Встретимся через... Сейчас! Теперь я, наконец-таки, срафтил эту электрическую печку. Ура! Стоп, у меня есть ачивка даже с ней? Что? Да, электрик фюрнес. А, тут даже есть другие ачивки. Неплохо. Силенс машин. Ну, ладно. И тем самым я могу сразу же пережаривать здесь руду, что есть очень замечательно. Только, по-моему, это не будет так работать, если это не из механизма. Или будут... Да, работают замечательно! Только выплевывать она не сможет, так же, как эта печка. Но, тем не менее, она плавит гораздо быстрее, чем вот эти вот все четыре печки вместе взятые. Это офигенно, ребята, офигенно. Так, и давайте теперь уже начинать выполнять ачивки, которые у нас здесь есть и которые мы хотели бы выполнять. Так, я предлагаю скрафтить калькулятор. Крафт у него, в принципе, очень простой, и я думаю, что в его крафте вообще не станет никаких проблем. И хоп, калькулятор у нас замечательно готов. Теперь осталось выяснить, что это такое. Давайте попробуем открыть. Ой, господи, что за интерфейс. И, как я понял, этот калькулятор очень необходимая вещь. Ей все должны пользоваться. Поэтому я кладу ее успешно в сундук и забываю о ней буквально навсегда, надеюсь. Давайте посмотрим теперь, что мы еще можем скрафтить, в принципе, из-за того, что он нас требует. Уолл регистры. Рефинери. Переработчик, как я понял. С достаточно сложным крафтом. Но, в принципе, у него нет ничего сложного. По крайней мере, вот эту вот алоэ машину я крафтил. Калькулятор крафтил. Нагревательный элемент я крафтил. У меня остался алюминий, электрум и какой-то пустой контейнер. Для пустого контейнера нужен только алюминий. А здесь нужен только электрум. Как получить электрум? А, сервер и гол. Изи. Не совсем изи, потому что наш чембер очень долго все это перерабатывает. Но я, в принципе, поставил себе в приоритете. И он должен сейчас нам переплавить очень много алюминия. Только что-то я не могу найти у себя алюминия. Я вроде же его копал. А вот, боксит как раз и это алюминий. Замечательно. Все, алюминий я поставил так, чтобы он сюда уже перерабатывался. Но это будет очень не скоро. Поэтому давайте попробуем заняться чем-нибудь более благоразумным и более востребованным. Что у нас, допустим, сейчас есть. Айтем терминал. Для айтем терминала нужен компрессованный железо. А это компрессованное железо делается в компрессоре. Компрессор крафтится, в принципе, легко. Нужно, правда, алмаза немножечко. И... Все. Остальное, в принципе, у нас все и готово есть. Давайте попробуем скрафтить этот самый компрессор. И... Крафт я завершаю. Да, замечательно. Компрессор у нас скрафтен. И, по идее, если я правильно понимаю, засовываю сюда железо, оно должно у нас компрессовываться. Только что-то нихера. То есть сюда я должен не обычное железо засунуть, а рефинное железо. А чтобы получить рефинное железо, я должен... Еще это все дело смешать с песком. Замечательно. Как же все это долго делается. Если бы была возможность улучшить этот смелтер, был бы вообще шикарный. Из-за этого долбанного компрессованного железа. Какого там супер-пупер мне пришлось очень много ждать. Пока она сначала с песком соединится. Потом она пока в этом компрессоре соединится. Четыре штучки в одну. И в итоге я все-таки скрафчу этот айтем терминал. Так, энергии он не требует. Замечательно. Что ты из себя представляешь? Давайте поставим здесь. Ты никак не открываешься. По тебе можно бить. Ты просто здесь стоишь. Замечательно. Тут написано, типа, то, что он нужен для какой-то сети труб. Какая нахрен сеть труб? Я просто сейчас удел кучу своего времени для того, чтобы скрафтить бесполезную вещь. Допустим. Я могу еще скрафтить диэлектрик эзинг. Замечательно. Что такое диэлектрик? Так, нужны какие-то диэлектрические роды. И вы крафтитесь как металлургическим инфьюзером с помощью биотоплива и силикона. Замечательно. Биотопливо я могу получить, я так понимаю, из любого растения. К сожалению или счастью, у меня тут куча растений растет. Возьму, пожалуй, я в виде тростника. А для того, чтобы непосредственно получить сам биофул, мне нужен, сука, крашер. Замечательно. Да, еще куча крафтов. Здравствуйте. И тадам, крашер у нас в руках. Замечательно. И предварительно для него я скрафтывал непосредственно ворону, потому что по-любому она нам пригодится. Так, давайте поставим его где-нибудь вот здесь вот, скажем, вот сюда вот поставим вороночку. Скажем, чтобы он отсюда принимал наши рецептики, а дальше он никуда их не девал. Вороночку я загружаю на штростничок. И замечательно, крашер пошел его перерабатывать в биофуил. Дальше я беру наш биофуил, закидываю сюда силикончик, закидываю сюда его. К сожалению, его нельзя учитывать. Но учитывая то, что материалы там у нас за глаза, это не является критической проблемой. И мы получаем диэлектрический материал. Как странно на самом деле, но тем не менее. По идее, мне нужно их всего несколько штучек. Поэтому 6 штучек нам в принципе должно хватить за глаза. А вот эти вот диэлектрические ячейки на самом деле очень даже много где нужны. Например, в этих самых реакторах. И тот самый мог в полах. И давай сейчас скрафтим как раз вот эти вот штучки. Потом скрафтим вот эти штучки. И рефейн от железа. Только нет. О, опять. Ну и пока мне приходится тут все равно долго ждать. Я в нашем крашере передробил немножечко золото. И планирую его совместить с немножечком сервера. И на выходе я собираюсь получить наш электро. Ребят, я не учел одного момента. Я посмотрел, написано алюминиевым. И окей. И перестал заморачиваться. Но оказывается, это не обычный алюминий, а алюминиевая сталь. А для алюминиевой стали нужно непосредственно алюминий, железо и плюс еще кол. То есть еще и уголь. Это же очуметь, как удорожает рецепт. При этом все. Супер. Это еще плюс куча времени и куча времени ожидания этой алоэс-мелтера. То есть по факту мне нужны железо, уголь и алюминий. Я думаю, по стаку всего положу на раз. Думаю, за глаза хватит. И тем временем у меня скрафтится вот диэлектрическая ячейка. И хоп, я получаю за нее ачивку. Замечательно. И это мне позволяет скрафтить наши солнечные панели. Да, длинная дорога, но их я скрафтить сейчас не буду. На них нужно много всяких рут и прочего. И без карьера я эти штуки даже начинать не буду делать. Без нормальной МЕ-системы. Но пока меня, к сожалению, не просят делать эту МЕ-систему. К сожалению. Но просят сделать в скором времени пластик. Класть и крафт и пластик щит. Если я правильно понимаю, сделайте пластиковое дерьмо. Ладно. Раз просите сделать дерьмо, я сделаю это ваше дерьмо. И тадададам, алюминиевую столе я получаю. Что у меня осталось для того, чтобы закончить этот рефинерий? Электрические ячейки. Окей. Их мы скрафтим. У нас их дофига, я так понимаю. Они нужны для того, чтобы собирать их непосредственно сталь. Микросхема и красный алой. Бля, а это еще ждать. Как же я не люблю вот эту вот машину. Я начинаю ее прямо людо ненавидеть. А сейчас пока и время есть. Я предлагаю скрафтить чуть побольше вот этих вот эмпути-контейнеров. И я сейчас хочу попробовать найти все-таки нефть, которая находится от нас в относительной неотдаленности. Вот есть ячейка, я вижу. И попробую сейчас туда смотаться и использовать вот эти вот контейнеры. Надеюсь, что это контейнеры. О, я очень сильно на это не надеюсь. Тем более, что и сейчас рассвет, и я думаю, злобные мобы просто забьют на меня большой и толстый болт. Опа, а я так понимаю, это непосредственно наше нефть. Замечательно. И, 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 и... Что? И почему ты не берешься? Написано же, канистр, значит ты канистра, значит ты можешь брать. Может быть для того, чтобы собирать, нужен какой-то специальный инструмент? А, вот, я нашел какую-то вещь, называется ручная помпа. Но она никак не крафтится, что? Это ручная помпа, но я нажимаю, она вообще никак не крафтится. Замечательно. И больше я тут, в принципе, не вижу ресурсов и чем-то. Можно качать нефть? Ну, по идее, может быть какая-то машина есть тогда, которая качает нефть. А вот, есть помпа. Замечательно. Ну, ой, какой у нее одномороченный крафт. Особенно алой машин, которые требуют дважды обогащенный ростов. Ну, и у вас нафиг. А вот эти вот пустые канистры я, пожалуй, пока оставлю здесь. До лучших времен, на самом деле. Процессор. И, по идее, мне не осталось больше ничего. Я завершаю этот сложнейший рецепт. И бац, и мы наконец-то сделали эту перерабочую станцию. Наверное, так она называется правильно. И я так понимаю, если закидываем мы сюда нефть, то на выходе получаем готовый чистый дизель. Если мы закидываем сюда бакет, то получаем контейнер с этим дизелем. А что мне дальше с этим дизелем-то делать? А, не только с дизелем получается, видимо. Хорошо. Давайте попробуем все-таки сбегать туда, где у нас была нефть. И добыть немножечко ведер с этой нефтью. И засунуть ее в наш рефейнер. Может быть, что-то из этого мы получим. И все. Я закидываю, получается, сюда одно ведро. И закидываю сюда второе ведро. И я надеюсь, что со временем это переработает во что-то большее, чем сейчас. Ну и напоследок, я хотел бы оставить небольшой след в истории. Я понимаю, что я не первый открыватель этого, но не сделать этого мне просто не позволяет совесть. Я хочу оставить здесь таблиточку с именем человека, кто оставил лучшие комментарии к прошлому видеоролику. А так как я напоминаю, что людей здесь осталось немного, я оставлю имя вот этого человека. И тадам! Я поздравляю тебя! Человек с этим именем, ты попал в историю. Как первый человек, попавший на взаимодействие в моем видео. Ну и на такой прекрасной ноте, особенно интригующей, я буду завершать потихоньку эту серию. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем о том, о чем я говорил в начале ролика. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Продолжение следует... Продолжение следует...